Хотите, чтобы проводились эти работы? Эти работы нет. Просто послушайте, пожалуйста, нельзя отказаться от этих работ и делать другие работы. Просто вы фактически эти деньги уже выделили для проведения этих работ. Они просто обратно уйдут в общий котел и работы производиться не будут. Депутат Совета депутатов округа Мария Гаевская в очередной раз подробно и терпеливо старается объяснить жильцам дома номер 16 поселка совхоза имени Ленина ситуацию с ремонтом. Казалось бы, во всем доме поменяют трубы водоснабжения и отопления, батареи, полотенцесушители. За работы платить ничего не нужно. Живи, радуйся, дожди мастеров. Но не тут-то было. Зачем все это менять, когда не все хорошее и работаете хорошо? У всего есть срок службы. И даже у батареи и у инженерных коммуникаций тоже. Многие из тех, кто пришел сегодня на встречу, живут в этом доме со дня его сдачи в 1989 году. Срок службы коммуникаций вышел и фонд капитального ремонта Московской области выделил деньги на их замену. Но люди опасаются, что после проведения работ придется подчищать недочеты уже за рабочими. Большинство жителей считает, что придут, сейчас все сломают, разрушат и в общем будут потом они жить в этом хаосе и разрухе. Все, конечно, не так. Сейчас подрядчик объясняет, как будут аккуратно снимать натяжные потолки, как будут правильно менять трубы. Будут менять батареи, что немаловажно. Сегодня мы узнали, что будут менять также и полотенцесушители. Опасения людей понятны. Обслуживанием дома занимается управляющая компания ЗАО «Совхоз» имени Ленина Плюс. Хотя слово «занимается» многие жители считают преувеличенным. От граждан постоянно поступают жалобы на содержание дома, в том числе и на портал Добродел. Сылали заявку про все. Про ремонт подвалов, делали смету, заказывали управляющие компании, чтобы сделали гидроизоляцию подвала и все остальное. Представитель подрядной организации показал элементы труб и батареи, которые будут устанавливаться в квартирах, рассказал об их качестве и пытался убедить жителей, что никаких доделок после проведения работ проводить не нужно. На самом деле ремонта нет после ремонта. Определенный восстановительный ремонт предосмотрен уже в смете. Обычно нет таких разрушений после замены батареи, стояков. В конце встречи было решено зафиксировать мнение по поводу ремонта каждого присутствующего. Но поскольку в доме почти 170 квартир, а жителей собралось не больше 50, также было принято решение совершить поквартирный обход. Прежде всего с целью разъяснения, какие будут проводиться работы. Спокойно объяснить, даже принести в конце концов эти трубы. Вот пластик вот такой. И к ним можно даже инструкции, сколько срок годности этой трубы, сколько срок годности этой трубы или эксплуатации в конце концов. Вот только тогда люди могут дать согласие. Общая площадь дома почти 17 тысяч квадратных метров. Если за замену труб проголосуют больше 50% жильцов, ремонт состоится и продлится он около трех месяцев. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.